Сколько мы кормим своих микробиков в кишечнике? И в зависимости от того, кого мы подкармливаем, то и растет. Если мы будем кормить с вами сладким, то будут расти грибы. Они очень это любят. И если мы будем кормить растительной клетчаткой, то будут расти дружественные нам микробики, которые будут поддерживать и наш иммунитет, и наше все. Итак, что такое микробиом? Это микробы, живущие на слизистых оболочках нашего тела и на коже в том числе. И все их взаимодействия с нашим организмом. И вы видите зоны влияния, естественно, пищеварение, иммунитет, воспалительный баланс. Зависит от того, какие микробы живут у нас в кишечнике. И что они выделяют в процессе жизнедеятельности. Нервная система и состояние кожи. Я думаю, для вас это не секрет. Если рассматривать наш кишечник, то он, конечно, может выглядеть как слоеный пирог. То есть первый слой у него это наша пища. Второй слой это микроорганизмы, которые живут в кишечнике. Далее это слой идет слизи, в которой тоже живут, могут жить микробы. И слизь выполняет еще очень мощную защитную функцию. Почему-то. Потому что если бы было недостаточно слизи, то наш эпителий кишечника, он очень тонкий, всего один слой клеток. Всего один слой клеток. То он бы очень быстро нарушал свою целостность. И, собственно говоря, наверняка вы знаете уже о таком феномене, как синдром дырявого кишечника. Слышали об этом? Раньше врачи не воспринимали этот термин и говорили, что дыр в кишечнике не бывает. Но в 2019-21 годах было очень много научных публикаций и уже доказали посредством электронной микроскопии, как вы видите, да, что дыры в кишечнике реально существуют. И возникают они именно тогда, когда у нас слизистый слой ослабевает. А ослабевает он из-за чего? Из-за того, что мы неправильно кормим наших микробов кишечники. Если бы мы с вами употребляли достаточное количество растительной клетчатки, а это 30 граммов в сутки, и чем разнообразнее будет эта клетчатка, тем, конечно, лучше для нашего организма. То есть это не один и тот же набор овощей, а чем больше это будет овощей, чем разного они будут цвета, как говорят радугой на тарелке, да, тем больше полезных веществ, которые будут подпитывать нашу микрофлору, будет получать наши живые микроорганизмы. Так вот, дружественные микроорганизмы, бифидобактерии и лактобактерии, они способны синтезировать особые вещества, которые называются короткие цепочечные жирные кислоты. И самый из них распространенный – это бутерат или масляная кислота. И вот этим бутератом как раз питаются наши колоноциты или клетки кишечника, которые выстилают наши петели. И если они будут хорошо кушать, они будут хорошо и много выделять слизи. И значит наш кишечник будет защищен, поскольку среда очень агрессивная. У нас в кишечнике, да и в желудке тоже, как вы знаете. И если, например, капнуть на руку одну капельку нашего кишечного сока, то через 2-3 минуты мы получим ожог. И нет ожога только благодаря тому, что у нас хорошие слизистые, и много защиты в виде слизи. Так вот, наши нормальные микробы вырабатывают бутерат, бутератом питаются колоноциты, колоноциты выделяют слизь и дают защиту нашему кишечнику. И таким образом профилактируют образование дыр в кишечнике. А дыр в кишечнике на самом деле, это причина очень многих недугов. От, начиная аллергии, различных пищевых непереносимостей, заканчивая тяжелыми аутоиммунными заболеваниями и даже неврологическими, вплоть до аутизма. Еще одна функция нашего микробиома, наших микробов, это обмен холестерина и детоксикация. Вот пищевой комб пошел по кишечнику, ведь он, идя по всему желудочно-кишечному тракту, еще собирает на себя различные токсины, впитывает их в себя, да? В том числе и лишний холестерин, и желчные кислоты, которые сами по себе могут при большом скоплении в кишечнике давать еще и провоспалительные канцерогенные эффекты. Поэтому вот пищевой комб, впитывая в себя все это, благополучно нас защищает от лишних токсинов и от лишнего холестерина, в том числе и микробы нам помогают этот холестерин еще и утилизировать. Еще одна важная функция кишечника, это иннервация. То есть дело в том, что наш кишечник иннервируется симпатической и парасимпатической нервной системой. И вот представителем парасимпатической нервной системы является нервус-лагус. Этот нерв отвечает за то, чтобы наш желудочно-кишечный тракт отдыхал и восстанавливался. И если мы с вами длительное время находимся в стрессах, то у нас вакус находится в подавленном состоянии, а поднимает голову симпатическая нервная система. И она, конечно, вызывает и спазмы, и нарушение пищеварения, потому что когда мы в стрессе, у нас спазмируются желчные протоки, у нас закрываются все сфинктеры, и, соответственно, желчь не выходит в кишечник, а желчь выполняет антисептическую функцию, она плохих микробов уничтожает, а добрых поддерживает. Вот, и в результате дисбиоз налицо. То есть вот банально пострессовал, а у вас дисбактериоз. Представляете, как все взаимосвязано в нашем организме. Пребиотические штаммы лакто-бифидобактерии способствуют поддержанию, как я говорила, вот этого самого слизистого муцинового слоя и поддержанию нашего иммунитета, в том числе и противовирусного. Еще нужно сказать о том, что наша кожа тоже во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. И если есть неблагополучие на коже, в первую очередь ищите проблемы в кишечнике. Ну, я уже говорила о том, за что отвечают наши микробы и за состояние кожи. И еще добавлю, что из-за женское здоровья тоже. Почему? Потому что у нас в кишечнике тоже метаболизируются, не только в печени, но и в кишечнике тоже метаболизируются женские половые гормоны. И если патогенных микробов в кишечнике много, то метаболизм тоже нарушается. Идет дополнительная токсическая нагрузка еще и на печень и нарушается метаболизм еще и женских половых гормонов в печени. В результате формируются нехорошие метаболиты, которые могут запускать предраковые и раковые процессы женской половой сферы. Миомы, эндометриозы, аденомиозы, гиперплазия, эндометрия и, ну, мастопатия и раки женской сферы, как я уже сказала. Нарушение микрофлоры способствует нерациональное питание и употреблению алкоголя. Вот алкоголь тоже вызывает спазм всех сфинктеров в желчных пузыре и в желчеводящих путях. Тоже желчь не выделяется, значит, будет нарушаться микрофлора. Прием антибиотиков, стрессы, как я уже сказала, путешествия, смена щитовых поясов, как вариант тоже определенных стрессовых воздействий, но и возрастные гормональные изменения тоже играют немаловажную роль. Все это к дисбиозу и приводит. И вот смотрите, сколько функций у нашего кишечника. Это и иммунитет, и репродуктивное здоровье, поскольку, как говорили, женское здоровье тесно связано, и кожа, и молодость, и красота, энергия, и тонус. А знаете, почему энергия, и тонус? Потому что у нас в толстом кишечнике есть зона, которая вырабатывает сиротонин, а это гормон радости. И когда у человека, например, запоры, радости никакой. Но зато вы почистили свой организм нашими очищающими комплексами. И что? Ну, прям радость в глазах засветилась, да? И активное долголетие, об этом еще говорил Иван Ильич Мечников, который использовал Мечниковскую простоквашу. Он прожил достаточно долгую жизнь, кстати сказать. Защита от аллергии, от хронических заболеваний. Поэтому нужно сказать, что мы с вами, дорогие друзья, в Сибирском здоровье, в Сибириан-Велнесс, находимся на острие науки. Потому что мы одни из первых стали производить особые пробиотики, которые имеют целевое действие. Это клинически изученные штаммы, которые имеют более 100 различных клинических исследований. Это необходимая дозировка колоний образующих единиц. То есть это концентрация бактерий в одной капсуле, да? Эффективная доза. Это гарантированный срок годности на протяжении всего обозначенного срока. И, соответственно, ощутимая польза для нашего потребителя, для нас с вами. Есть общие преимущества, которые объединяют всю эту линейку премиальных пробиотиков. Ну, во-первых, высокая стабильность самих штаммов. То есть они долго сохраняются в течение всего срока годности. Они кислотоустойчивы. То есть они могут проходить кислотный барьер желудка, не погибая. Я бы так сказала. Они имеют скрин генетической безопасности. Они имеют доказанную эффективность. Абсолютную безопасность в отношении токсичности. И полная идентификация штаммов. То есть полностью секвенирован генетический состав каждого штамма. Каждый ген расшифрован. Вы понимаете, да? Вот, поэтому действительно у нас очень мощные и умные пробиотики появляются. И их уже можно провести. Итак, первый пробиотик называется сеньор. Или сеньор, правильно. Для людей зрелого возраста. Вообще для этой категории людей какие особенности здоровья мы можем отметить? Ну, во-первых, эти люди имеют более ослабленный иммунитет, чем молодые. Ну, потому что иммунная система имеет свойство тоже стареть. И поэтому пожилые люди, они, как правило, более подвержены различным простудным заболеваниям, вирусным бронхитом, пневмонием и так далее, да? Вторая особенность пожилых людей – это то, что у них есть более высокие риски онкологии. И третья особенность – у них не очень хорошо работает кишечник, то есть ленивый кишечник. И вот на все эти задачи как раз и работает пробиотик сеньор. Здесь два штамма, я уж не буду называть их сложные названия, но это бифидобактерии, которые работают и на нормализацию работы кишечника, на моторную функцию кишечника, активируют МК клетки – это натуральные киллеры, которые отвечают за противораковый иммунитет в том числе, да? И здесь содержится особый штамм, который доказал свою эффективность в клинических испытаниях, что он способен тормозить размножение риновирусов в носоглотке и других респираторных вирусов, которые вызывают урвиверсы. И люди, которые употребляют этот пробиотик, они реже болеют, они, если даже заболели, имеют меньшие риски заразить своих близких дома, и они быстрее выздоравливают и без осложнений. Вот это вот особенность этого штамма для людей зрелого возраста. Но у нас еще есть одна линейка пробиотиков – это женский пробиотик, Луменс Баланс называется, и он содержит штаммы лактобактерий. В чем особенность женского организма? В том, что у них микрофлора интимной зоны, микрофлора влагалища, она в течение медстрактного цикла у женщины меняет свою PH. В критические дни PH ближе к щелочной, в обычной ситуации PH кислая должна быть. И благодаря кислой среде там развиваются молочные кислые бактерии, лактобактерии, которые и должны быть у женщины в интимных зонах нормы. Но когда этот баланс нарушается, то тогда возникают предпосылки к воспалениям, и это приводит к различным нарушениям женского здоровья. Не только к воспалительным процессам, но и к нарушениям в репродуктивной функции и даже к диспластическим, то есть предраковым процессам в женской половой сфере. Поэтому очень важно микробиом интимных зон поддерживать. А как его поддерживать? С помощью нашего нового пробиотика Луменс Баланс. И если раньше женщинам гинекологи рекомендовали вагинальные свечи с лактобацилами, с лактобактериями, то сейчас уже доказано клинически, что применение пероральных форм пробиотиков, в данном случае Луменс Баланс это пероральная, то есть через рот поступающая форма, точно так же может регулировать pH баланс в женских интимных сферах и поддерживать местные иммунитеты. Соответственно профилактировать все вышеуказанные женские недуги, и в том числе молочницу. Еще один пробиотик, он уже для всех, я бы так сказала, для всех возрастных категорий, и для мужчин и для женщин, для детей подходит, это пробиотик Nutrition Comfort. Это комфорт нашего желудочно-кишечного тракта. Сталкивались ли вы с ситуациями, когда вам в животе что-то все бурчит, урчит, газообразование идет, чувство отрыжки или несоварения появляется, тяжести в области желудка и так далее. Вам нужен Nutrition Comfort. Бывают ситуации, когда у людей есть проблемы с печенью, жестче водящими путями, холециститы, панкреатиты, всегда сопровождаются дисбактериозами и нарушениями пищеварения, или заболеваниями печени. Так вот доказано, что те штаммы, которые находятся в этом пробиотике, оказывают еще свое влияние даже на печень благоприятное, и тормозят развитие, например, цирроза печени. Антифиброзное действие у этих пробиотиков есть. Мощное противовоспалительное. При синдроме раздраженного кишечника хорошо работает этот продукт тоже. То есть вот такой вот у нас малый продукт. Но это не совсем пробиотики, это симбиотики. Давайте поясним, что это за термин такой симбиотик. Это когда в одну капсулу положили не только сами полезные микроорганизмы, но еще и питание для них. А вот питанием для них являются пребиотики, которые называются фруктоолигосахариды. И они содержат короткие фруктозные цепочки. Казалось бы, фруктоза, ну, сейчас много публикаций о том, что она не совсем бывает полезная в больших количествах, да, но при всем при этом здесь связи вот между этими фруктозными цепочками нерастворимы. По этой причине фруктоолигосахаридами мы не питаемся, но питается наша дружественная микрофлора. То есть они не усваиваются в кишечнике нами, но они очень хорошо усваиваются нашими дружественными бактериями. А если они хорошо кушают, значит они будут хорошо размножаться. А будут хорошо размножаться, будут естественным путем вытеснять гнилостных патогенных микроорганизмов. Вот, поэтому у нас все пробиотики, это по сути дела синбиотики. Итак, три новых продукта для взрослых и детей – это Nutrition Comfort, для женщин – это Women's Balance и для старшего поколения – Синьё.